Всем подписчикам канала Большой привет из деревни. С вами Дмитрий и канал Деревню. Мы находимся на берегу нашей речушки. 8000 миллиметров от поверхности воды примерно составляет. И на заднем плане у меня наша банька. Банька нам досталась в наследство от старых хозяев этого дома. Банька такая относительно новенькая, сруб ничего, крепкий, прочный и почти не поеденный червем. В бане изначально была печка по черному. Я ее года четыре назад переделал, сложил новую печку и сделал по белому. То есть у меня дым сейчас проходит сквозь камни, слой камней выложен, то есть шамотное ядро из кирпича, красная облицовка идет и внутри вот как раз камни лежат. Дым прогоняется через камни и вылетает в трубу. Как только угли прогорели все, я закрываю заслонку. В это время начинается набор тепла в бане и в принципе можно начинать уже париться. Поддаем туда водичку на раскаленные камни и создаем неповторимую атмосферу деревенской бани. Но у этой печки есть такой нюанс. Труба как видите выполнена из вредного асбеста, ничем не утеплена и утеплять ее скорее всего не буду никогда. И отсюда такой нюанс, что когда начинаешь топить печку, внутри тепло и при горении дров выделяются вот всякие газы, вода в том числе и какие-то смолы, не сгоревшие вещества и они с радостью оседают на трубу, которая еще не успела прогреться. Труба потихонечку засаживается, у нее сужается проход настолько, что дым уже вообще в принципе может полностью закрыться, если запустить совсем. Но мы до этого не доводим, мы ее регулярно чистим, примерно раз в полгода. По каким признакам я это узнаю? Во-первых, удлиняется время топки, то есть долго-долго начинает баня топиться, чтобы выйти на рабочую температуру. Во-вторых, когда поддаешь, в паре присутствует такой запашок копченостей и даже глаза порой ест. И в-третьих, вот когда открываешь каменку, видно, что на камнях такая сажа начинает нарастать. Когда тяга нормальная, приоткрываешь дверку каменки, видно, что даже языки пламени иногда пролетают сквозь камни. Вот это как бы нормальная температура. Камушки белые, вся эта сажа, она с них сгорает просто. Ну вот в данный момент там немножко все заросло и я собираюсь почистить. Чищу я таким нехитрым устройством, сделанным собственными руками. Посмотрев в магазинах, сколько стоят эти ершики, я решил, зачем платить больше. Нашел корпус от снаряда времен Второй мировой, благо, что здесь этого добра хватает в полях, лесах. Приварил к нему петельку металлическую и вот старый тросик, найденный опять же здесь вот среди хлама, распушил. У меня вот такой ершик получился. Использую я цепочку для него. Весит эта штука, я не взвешивал, но наверное килограмм точно весит эта чугунина. И вот я ее опускаю в проход и такими движениями туда-сюда работаю и сажа потихонечку вся опускается туда вниз. Там у меня уже подстелена специальная картоночка, чтобы в каменку не падала. Сажу я потом выгребаю. Выгребается немного, как правило, сильно мы не запускаем это дело. Ну может четверть ведра сажи получается в общей сложности. Помимо этой операции я еще что делаю? Я вынимаю камни все из каменки и перекладываю их по новой, чтобы они как бы не прилеживались там, не распирали печку. Такая профилактическая процедура, чтобы кладочка держалась подольше. Потому что у меня там каркаса нет такого, ничем она не усилена. Просто вот шамотное ядро и через прослойку картона при кладке лежит уже красный кирпич. Поэтому, чтобы кладку не разрывало, камушки я периодически меняю их положение. Такая профилактическая мера. Процедурка недолгая, пожалуй приступим. Погода сухая выбирается, работаем без страховки, высота небольшая. Вот собственно я уже на рабочем месте, можно сказать. Отсюда открывается прекрасный вид на наши окрестности. Для начала мы снимаем вот этот оголовник. Процедура эта несложная. Укладываем и в этот вот проходик, дымоходик. Так, сейчас я оголовник тут зафиксирую. Загоняем вот эту вот болванку, чушку чугунную. Она входит не сразу, ввиду того, что уделано все. Вот такого с разгона. Раз, два. Такое у меня чувство, что я забыл походу заслонку открыть. Сейчас пойду открою. будет совсем другое дело. В принципе и так неплохо. Просто сейчас все это слетит туда вниз как положено. Здесь у меня темно. Уборка идет, да? А я заслонку забыл за это открыть в печке. Да. О, сразу хлынуло. Слышно. По звуку. Так ее вообще убери пока. Кого? Заслонку? Да ненормально она стала. Все. О, нормальненько там насыпалось. Все. Мурзуней. Тебя не кормят. Ты травкой питаешься. Красавец. Красавец. Надо сказать, не сильно она запущена. Было дело, когда по первости я еще не понимал в чем дело. Вот там нормально было. Сейчас все. Все легче и легче уходит. Ёшик специально сделан такой тугой, чтобы хорошо обдирало стенки. Мне не сложно туда-сюда его погонять. Пускай с усилием. Главный результат. Дно достигнуто. Вынимаем. Сегодня, думаю, будет отменный пар. Вот она вся эта красота. Ну вот. Я думаю, на этом процедура закончена. Ходит уже достаточно легко. Возвращаем оголовник на место. Все. Прирос. Палочку я брал на всякий случай. Бывает, подклинивают ее там. Она не пригодилась. Все. Спускаемся. Сейчас посмотрим, что у нас там получилось в печи. Ну вот, ребята. Вот такое, примерно, количество получилось. Я не знаю, сколько это. Даже, наверное, говорю по-разному. В общем, в районе четверти. Это глина, кусочки тут. Глина пережженная. Складочки вываливаются, видать. Вот и все. На этом процедура чистки закончена. Осталось переложить камушки в каменки. И сегодня будем париться. Ну, а я на этом с вами попрощаюсь. Всем спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Оригорова Игра БОТВИШ Игра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok